Музыка На самом деле музыка в моей жизни появилась, наверное, с детства, потому что у меня родители играли на музыкальных инструментах, ну, собственно, так, по-любительски, собственно, родители были ученые, но папа играл на гитаре, а мама играла на баяне. Мне это все очень нравилось в детстве, и, наверное, я жила в достаточно музыкальной среде. Примерно лет в пять мне подарили детское пианино и игрушку. Меня она так увлекла, что я попросила, чтобы меня отвели в музыкальную школу. Поэтому параллельно с обычным образованием я также получала музыкальное образование по классу фортепиано. И закончила семь лет музыкальной школы. У меня еще после девятого класса стоял вопрос, что мне хочется больше дальше в жизни. То ли математику, которую я очень любила, у меня, в принципе, мама математик, а папа физик. То есть это как раз-таки была семейная эстезия, я бы сказала. Второе направление гуманитарное, то есть это языки. У нас был очень хороший уровень английского языка в гимназии, и, наверное, больше половины моих одноклассников как раз-таки пошли на гуманитарное. Или третий момент, вот все-таки музыка, потому что мне очень нравилось играть, и было очень грустно, что вот, закончив музыкальную школу, музыка, по сути, уходит из моей жизни, потому что на тот момент каких-то перспектив не наблюдалось, как можно совмещать что-то другое, какую-то другую профессию с музыкой. По совокупности факторов, как раз-таки с учетом того, что уровень уже языков и вообще гуманитарный уровень после гимназии был достаточный, а вот математика была интересной, поэтому пошла учиться на математика. По итогу все три направления со мной в жизни и остались. То есть, собственно, я дальше стала не программистом, а бизнес-аналитиком. То есть, это профессия, которая как раз-таки и сочетает знания технологий, то есть, собственно, IT, как создаются продукты, и гуманитарные навыки, то есть, умение общаться с клиентами простым языком и доносить до них специфику, которая им непонятна, то есть, собственно, IT-шную специфику. Вот, ну и музыка вот вернулась в последние годы тоже в жизнь, поэтому все есть и все вместе сочетается. В какой-то определенный период карьеры была очень большая нагрузка, то есть, примерно по 16-18 часов в сутки, и поэтому нужна была какая-то подзарядка. Здесь мне очень помогало как раз-таки мое фортепиано, за которое я периодически садилась. Сыграешь себе что-то бодрое, активное и очень быстро перезагружаешься. То есть, это я действительно вот прям чувствовала на себе и этим пользовалась. И параллельно с этим также это какие-то детские песенки, то есть, собственно, какое-то развитие для ребенка во время его роста, взросления, но скорее тоже в таком вот достаточно свободном формате, как досуг и совместное времяпровождение. И примерно после 35 лет уже музыка вернулась снова в мою жизнь, совершенно неожиданно, случайно, с вечера встречи выпускников музыкальной школы и с идеей, а почему бы не попробовать научиться играть на флейте. И вот, собственно, с этого момента и стартовали все те проекты, которые есть сегодня вокруг нас в музыкальной области. Мы находимся в Music Hall, это основной зал нашего музея музыки. И здесь представлены самые крупные наши инструменты. И это не просто экспонаты, это профессиональные музыкальные инструменты. И здесь проходят музыкальные салоны и музыкальные программы с использованием этих инструментов. Это звучание гонка. Конечно, у всех вызывает ассоциации с передачей «Что, где, когда», но, с другой стороны, гонка тоже используется в очень разных ситуациях, в разных случаях. И через эти звуки можно вводить людей в состояние транса. То есть есть целая наука по управлению этим инструментом тоже. Гонк может использоваться в программах музыкотерапии, в разных ситуациях. В частности, это, с одной стороны, и символ проживания страха, с другой стороны, символ могущества и символ освобождения от всего. Вот такой вот интересный инструмент и такое вот интересное применение. На самом деле, есть целое направление в музыкотерапии, которое называется арфотерапия. Вот эти вот гармоничные звуки арфы, они очень расслабляют, и можно, в общем-то, просто сидеть и целый час их слушать, слушать и слушать, и таким образом отдыхать от всего мирского и перезагружаться. В детстве ты просто тем увлекаешься, тебе просто интересно, но нет какого-то глубокого понимания, как и что происходит. А во взрослом возрасте я, помимо фортепиано, пошла еще учиться играть на флейте, и вот для меня тогда каждый урок становился просто открытием, что настолько это и необычно, и чувствуешь прямо изменение своего состояния. Ну, например, вот после трех часов игры на флейте я действительно чувствовала себя в другом измерении, то есть ты полностью отрешаешься от всех дел, от всей этой суеты, и вот просто находишься ты и звуки музыки. Конечно, вот такой вот уровень осознания и погружения в музыку, он в детстве, ну, как-то не происходит, а вот во взрослом возрасте это казалось интересно. И второй интересный момент – это то, как воспринимаешь информацию во взрослом возрасте. Собственно, мы тогда начали обсуждать с моими педагогами, это и по флейте, и по фортепиано я стала брать частные уроки, какие-то нюансы, какие-то особенности, звучание, сочетание звуков, мелодии и так далее, и начинаешь в этом открывать какую-то глубинную красоту, чего в детстве, опять же, ну, по крайней мере, я настолько глубоко не воспринимала. То есть с детства я просто играла, а сейчас я чувствую красоту музыки, скажем так. Инструменты начали накапливаться так же неожиданно, как и мое возвращение в музыку. Сначала это была история про рояль. Мы достаточно долгое время пытались добиться, чтобы нашему сообществу разрешили играть в концертных залах или в музеях нашего города. При этом у всех, конечно, пианистов вот это всегда голубая мечта – играть на рояле, потому что звук пианино и звук рояля, он очень сильно отличается и по объему, и в целом по динамике, и по ощущениям. Поэтому в какой-то момент просто пришло осознание, что нам нужен рояль, и с этого рояля как раз-таки стала формироваться эта вся коллекция. Ну, а остальные инструменты как-то стали потихонечку в этот момент пребывать, то есть на волне интереса к музыке. Во-первых, стало обращать внимание на разные музыкальные статуэтки, музыкальные шкатулки, какие-то красоты, символизирующие разные виды музыки. И у меня стала сформироваться дома арт-коллекция, которая потом переехала, и из нее сформировалась арт-экспозиция музея музыки. Параллельно с этим профессиональные музыкальные инструменты также стали пребывать в мою жизнь. Сын увлекся игрой на скрипке на какое-то время, уже в подростковом возрасте, то есть, в общем-то, это был абсолютно осознанный выбор и осознанный интерес. У меня возникла идея попробовать научиться играть на оркестровой флейте, и таким образом у меня появилась и оркестровая флейта, и блок флейта, и разнообразие флейт. Ну и вот так вот интерес к музыке, который все больше и больше проявлялся, потому что музыка очень разная, и с изучением каждого инструмента узнаешь такие необычные детали, такие необычные фишки, что просто воодушевляешься этим, думаешь, ух ты, здорово, а вот что еще может быть? И так стала формироваться вся эта коллекция, которая по итогу обрела свое законченное состояние вот в этих стенах. Это наша самая мистическая комната релаксарий, в которой проходят сеансы музыкотерапии. Эти сеансы проводятся с использованием особых звукотерапевтических инструментов, таких как колокольчики, коши или, например, звуки природы. Сейчас, вот это вот шум ручья. Или даже настоящего шума океана, что, собственно, может позволить перезагрузиться почти как съездив в отпуск. Здесь представлена экспозиция различных ударных инструментов и духовых. Также представлены различные этнические инструменты, вот, в частности, наш бубен из кожи жирафа. И вот такой вот необычный этнический инструмент, мы даже не знаем его название, но, по-моему, в нашей коллекции он тоже есть. Важная часть нашей экспозиции – это экспериментарии. Эксперименты со звуком, демонстрирующие, как формируется звук и как звук зависит от высоты трубы или длины струны, или толщины струны. И вот здесь у нас есть этнические гусли, которые демонстрируют это для струнных инструментов. И такой вот самодельный орган из водопроводных труб, который показывает также, что мы можем из трубок составлять разную длину трубы и услышать, как будет отличаться звук для короткой трубы и для длинной. Вот этот экспонат нашего музея, пожалуй, самый интересный, потому что вот с такого вот игрушечного рояля как раз-таки началось мое увлечение музыкой. Инструмент не мой, инструмент мы уже просто приобретали для коллекции музея. Мой, к сожалению, не сохранился, но визуально он был абсолютно таким же. И вот, будучи маленькой девочкой, мне очень нравилось нажимать на клавиши. Оно тогда играло, это вот эта советская игрушка. Возможно, она была много у кого-то уже в доме. И вот так вот она привела к созданию такого большого количества разных музыкальных проектов. Коллекция приобреталась в основном с рук, в различных антикварных магазинах, на досках объявлений, с одной стороны. Но с другой стороны, после открытия музея нам стали и дарить какие-то экспонаты. У кого было что-то связанное с музыкой, как-то хотелось это все приобщить к общей коллекции. И уже последние два года, то есть музей как раз вот это время существует, целенаправленно при поездках в другие страны уже, конечно же, тоже обращаешь внимание на музыкальные экспонаты, и они приобретаются и привозятся в коллекцию. Вот здесь у нас представлены индийские музыкальные инструменты, два ситара и таблы, индийские барабанчики. Очень необычные инструменты, как по своему устройству, так и по своему звучанию. В частности, как звучит индийская музыка. Из необычного то, что у ситаров два ряда струн, из которых играют музыканты только на верхних струнах, а нижние струны резонирующие. В основном под него не пишут музыку, а музыканты играют просто импровизацией. То есть это тоже как раз таки вот этот вот аспект музыкальных релаксаций, которые практикуют в Индии с этими инструментами в том числе. Если кто-то считает, что музыкант, это просто нажимаешь на клавиши, то как бы это нет. То есть это огромный труд, это минимум 10 лет просто ежедневной работы, чтобы научиться действительно красиво и эффективно исполнять. То же самое, как и программисту. То есть нужно постоянно развиваться, постоянно совершенствоваться, изучить огромное количество и теорий, и выполнить огромное количество практических проектов, чтобы стать действительно профессиональным программистом и успешно выполнять свои задачи. Мне кажется, это примерно одинаково с точки зрения времени, которое нужно затратить на свое развитие и совершенствование, и эмоциональной энергетической отдачи от работы. Мне очень нравится именно инструктурировать информацию, и четкость мышления, и все, что связано как раз таки вот с математикой, логикой и так далее. То, что больше относится к физикам. Но точно так же мне и нравится вот это вот состояние душевности, которое возникает во время игры на музыкальных инструментах или просто, в принципе, прикосновение к искусству. Поэзия, вся гуманитарная составляющая – это тоже действительно важная часть моей жизни. Я люблю достаточно простую музыку, то есть, собственно, популярную классику. Это и Моцарт, и Бетховен, и Бах. То есть самые такие, наверное, произведения, которые на слуху у всех. Мне нравится их играть, мне нравится их слушать. То есть, собственно, я бы не сказала, что я очень эстет в плане какой-то серьезной академической музыки. Или я до этого уровня пока не доросла, или, в общем-то, просто склонности больше к легкой музыке. Из того, что мне очень нравилось с музыкальной школы, и до сих пор, это лунная соната Бетховена. Я очень мечтала научиться играть в музыкальной школе, но ручка была маленькая, и как бы не очень получалось. И поэтому это то, что я сыграла уже, по сути, во взрослом возрасте. И также во взрослом возрасте я открыла для себя третью часть лунной сонаты Бетховена, которая очень быстрая, активная, и вот она меня очень сильно впечатлила. Также мне нравится шторм в Вивальде, то есть вся музыка, которая максимально наполнена такой энергетикой, заряжает себя, потому что я сама по себе очень активная, у меня миллион идей, все время хочется куда-то бежать, что-то делать. И вот когда музыка соответствует моему состоянию, когда они так сонастраиваются, вот это вот очень здорово, это дает какой-то дополнительный драйв, дополнительный кайф. Вслед за интересом к музыкальным инструментам возник интерес, а что у нас есть интересное музыкальное в Беларуси. И оказалось, что и в Несвежском дворце просто буквально каждый зал его наполнен тайными музыки, и там и в гербе Радзивиллов, оказывается, присутствует музыкальный инструмент, и в разных залах это тоже присутствует. И там шикарный театральный зал, в котором мы проводили любительский фестиваль. Вот в этом году еще также планируем поездки в усадьбу Агинского, в Мирский замок и так далее. То есть, в общем-то, в Беларуси есть тоже много всего интересного, что сразу даже не замечаешь и не знаешь, а когда вот все это открывается, думаешь, ого, класс, тут тоже интересно.